В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП. Для чего вообще используются базы данных? Основное их предназначение — это хранение и обработка различной информации. То есть уже не один десяток лет ведутся разработки в сфере баз данных. Я думаю, многие из вас слышали фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром». Это очень актуальная на данный момент фраза, потому что вся вот эта информация, она хранится как раз-таки в базах данных. Поэтому специалисты в этой области, они со временем будут еще больше востребованы, потому что со временем объемы хранимой информации только увеличиваются. Давайте я расскажу вам немножко о истории и этапах развития баз данных. Исследования по созданию баз данных, они вообще стали возможными благодаря появлению различного программируемого оборудования. Началось это еще в конце 50-х годов. Основная идея этих исследований была автоматизация различной офисной работы, которая связана с хранением данных. Раньше эта работа выполнялась вручную и требовала больших затрат труда. Но благодаря удешевлению вычислительных мощностей, для решения этих задач стало возможным использование компьютеров. Лидером в сфере исследования баз данных была компания IBM. Я думаю, про компанию IBM вы тоже слышали. Эта компания еще в 1968 году выпустила свою первую систему управления базами данных. Смотрите, будет сокращение с УБД, система управления базами данных. В следующий раз я не буду полностью расшифровывать, буду сокращенно говорить с УБД. И нужно понимать, о чем я говорю. Еще раз, СУБД, система управления базами данных. Первая СУБД от компании IBM, она была основана на иерархической модели. В дальнейшем мы более подробно ознакомимся с моделями баз данных. Мы с вами будем работать с реляционными базами данных. Первая реляционная база была создана в 70-х годах также компанией IBM. В 1979 году уже компания Oracle выпустила свою первую коммерческую систему управления базами данных под названием Oracle версии 2. И уже вслед за этим различные другие компании выпускали свои коммерческие продукты. В 1988 году появились УБД от компании Microsoft совместно с компанией Ashton Tate. И в 1992 году появилась первая версия системы управления базами данных Access от компании Microsoft. Про Access, я думаю, тоже вы слышали. Теперь давайте расскажем про различные понятия баз данных. Я думаю, вы часто в повседневной жизни встречали словосочетание базы данных, но это довольно широкое понятие. В нашем случае база данных — это коллекция связанных данных, регруппированных в единый объект. Допустим, при создании базы данных для какого-то учебного заведения мы размещаем в ней необходимый набор данных. То есть информацию о студентах, информацию о преподавателях, факультетах, кафедрах и тому подобное. И впоследствии управлять полученной базой данных мы можем при помощи различного программного обеспечения. Программное обеспечение, которое позволяет работать с базами данных, ну то есть производить какие-то обновления в ней, извлекать данные, редактировать их. Это программное обеспечение называется СУБД, как я уже сказал, система управлениями базой данных. Например, для Microsoft это Microsoft SQL Server, это то, с чем мы будем работать, Access, также у компании Oracle есть своя СУБД, ну и у других различных компаний. Сама СУБД, она состоит из ряда серверных и клиентских средств, которые позволяют выполнять, так скажем, администрирование баз данных, выполнять различные действия по манипулированию данными. Практически любая СУБД, она позволяет обрабатывать запросы. Запросы нам нужны для извлечения или изменения различной информации. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.